Сегодня кабинет министров Чувашии рассмотрел изменения в закон на республиканском бюджете на 2017 год. Доходы казны увеличиваются на 5 миллиардов рублей. Какие статьи бюджета получат дополнительные финансирования, далее в выпуске. Более 2 миллиардов дотаций поступит в республиканский бюджет. Будет увеличено финансирование здравоохранения, образования, физкультуры, спорта, культуры. Почти 350 миллионов направят в сферу социального обеспечения. 230 на жилищное строительство и больше миллиарда на дорожное хозяйство. Таким образом, сейчас бюджет республики равен 40 миллиардам рублей. Кроме того, у нас дополнительные расходы в целом. Это 6 миллиардов рублей. Расходы, если рассматривать, на какие цели они в большей части направлены, то из них более 3,5 миллиарда рублей будут направлены на поддержку реального сектора экономики. В целом, на эту отрасль, с учетом уже принятых решений, с учетом уже утвержденного бюджета, более 9 миллиардов. Также предусмотрено увеличение инвестиций на 2 миллиарда рублей. Начнется строительство планетария, центра ядерной медицины, сельских домов, культуры. Запланирована реконструкция детской больницы, строительство двух школ и детских садов. Среди законопроектов, рассмотренных сегодня кабинетом министров, был и документ о социальной поддержке детей в Чувашии. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, получат право на однократное прохождение отчественного обучения по программам профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Студенты, потерявшие период обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. Студенты, относящиеся ко всем вышеназванным категориям, которые обучаются отчественно за счет средств бюджета, получат право на полное государственное обеспечение, а также выплату государственной социальной степени в период отпуска по беременности и родам. Кроме того, теперь жители Чувашии, которым необходима бесплатная юридическая помощь, могут выбирать себе защитников или консультантов. Обратиться можно либо в Центр предоставления мер социальной поддержки и отдела социальной защиты населения на местах, либо к адвокатам, которые являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Их в Чувашии 70. В прошлом году за такой помощью обратились более 13 тысяч человек. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика.